Здраво! Меня зовут Мерка Здравич. Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить школьникам носить телефоны в учебные заведения. Говорит, там нет необходимых условий для их хранения. К тому же гаджеты вредят учебному процессу. Я сыт по горло мобильниками. Нет! Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что запрещать телефоны в школах нельзя. Тем более, что были случаи, что именно съемка на телефон помогала разобраться в конфликтных ситуациях между учителем и учеником. Господи, нахуй! А вот, так сказать, свежая кровь. 24-летний депутат Василий Власов говорит, что есть преподаватели, с которыми ученикам, кроме как брать в руки телефон, ничего не остается. Поскольку далеко не все учителя могут интересно подать свой предмет. Кто ответит? В Великой Депрессии. И издали что? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Закон о тарифах. Мнения в сети разделились. И то ли всему виной технический прогресс, то ли и на дворе каникулы, но подавляющее большинство интернет-пользователей выступили против инициативы Матвиенко. Хотя, по правде говоря, встревожились и некоторые родители. Как держать связь с ребенком? И несмотря на мнение о том, что интернет это не только средство развлечения, но и обучение, Матвиенко прошлась и по нему. Интернет! Он нам, аху, не нужен! Интернет ваш! Валентина Ивановна добавила, многие формы преступности, доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество, кибербуллинг наполняют всемирную сеть ядом античеловечности. В интернете есть не только голые люди. Ты в курсе, да? Это в твоем интернете. И хотя справедливости ради стоит сказать, что исследований на тему телефонов и успеваемости хватает. Еще пару лет назад исследование в США и аналогичное ему исследование в Австралии показало, что телефоны действительно отрицательно влияют на успеваемость. Да и в английских школах существует практика частичного запрета телефонов. Поэтому хотелось бы, чтобы законотворцы нашли золотую середину между прогрессом и здравым смыслом. А то ведь они со своими законопроектами тоже могут отрицательно повлиять на успеваемость. И не хотелось бы повторного... Да, перегнули. Практика... То есть закон был бы как бы нормальный, но практика применения... До скорых встреч!